Ульяновским родителям рекомендуют быть максимально бдительными и интересоваться планами своих детей, особенно в выходной 23 января. Поводом послужили массовые обращения в соцсетях к несовершеннолетним по поводу так называемой прогулки. В то же время в соцсетях прошла информация про акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоится тоже 23 января. Молодежь стала активно откликаться на такие призывы и зазывать на прогулки своих одноклассников. Хотелось бы обратиться, конечно же, к родителям от лица семейного движения нашего региона, от Всероссийского объединения Матери России, к тому, чтобы действительно мы наблюдали и смотрели, что у нас происходит с нашими детьми. Потому что та прогулка, которую призывают, она в детях вызывает не что иное, как любопытство, но такое любопытство может действительно повлиять не очень хорошо как на ребенка, так и на всю ситуацию в целом. Поэтому, уважаемые родители, я бы хотела к вам обратиться с такой просьбой, чтобы вы интересовались и знали, чем занимаются ваши дети, где они находятся. Минпросвещение Российской Федерации напомнило еще раз тем, кто провоцирует детей, что образовательная среда находится вне политики и выступает против втягивания молодежи в различные политические действия и провокации. Ну, я считаю, что это в городе неправильно. Раскачивать ситуацию в стране ни в коем случае нельзя. Тем более, как я слышал, что призывать уже детей, чтобы они выходили, подростков. Ну, мы видим, что происходило в соседних республиках, к чему это привело. То, что сейчас вот происходит с этими призывами, я считаю, что это преступление. Есть выборы. Надо приходить на выборах и делать все в рамках закона. А то, что вот эти митинги, подстрекания людей, это приведет только, единственное, может привести к чему? К гражданской войне. И это допустить ни в коем случае нельзя. Никто не останется безнаказанным за такие подстрекательства. Правоохранительные органы тоже отреагировали на призывы к молодежи. И предупредили о незаконности митингов. А соцсетям, разместивших информацию с призывами к участию в митингах, грозят огромные штрафы. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что дети должны быть вне политики. И призывы к тому, чтобы собираться, не нужно использовать людей, на которых очень просто повлиять. Очень легко им донести ту правду, которая, возможно, не является действительностью. И второй момент, это, конечно же, от лица волонтерского сообщества. Мы сейчас оказываем огромную помощь медицинскому персоналу в период пандемии. И сбор такого количества людей, большого на улицах, даже если это на улице, оно приведет к определенным последствиям. Все-таки нужно, у нас введены некоторые ограничительные меры, нужно их соблюдать и оставаться дома. Что делать родителям? Ответ один. Займитесь детьми. Посмотрите любимое кино, покатайтесь на коньках, на лыжах. Да просто пообщайтесь со своим сыном или дочерью. Проведите этот день вместе. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.